Администрация региона утвердила сразу три важных документа, определяющие порядок оказания финансовой помощи представителям малого и среднего предпринимательства. Так, начинающие бизнесмены, с момента регистрации которых прошло не более года, могут получить из бюджета региона грант в размере 500 тысяч рублей. Другим документом администрация НАУ утвердила порядок предоставления предпринимателям субсидий на возмещение части затрат при уплате аванса при заключении договора лизинга. Ну и третий документ прописывает порядок возмещения части затрат, связанных с предпринимательской деятельностью. Разобраться в тонкостях этих вопросов нам сейчас поможет директор фонда по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства Ненецкого округа Алексей Попов. Алексей, здравствуйте. Документы у вас перед глазами. Давайте остановимся подробно на первом документе, что он вообще предполагает. Грант предоставляется субъектом предпринимательства, начинающим субъектом предпринимательства, то есть до года на конкурсной основе. Для того, чтобы поучаствовать в данном конкурсе, предприниматель должен собрать определенный пакет документов. В этот пакет документов в основную часть представляет собой бизнес-план. По бизнес-плану мы в фонде, а также администрация округа оценивает проект, бизнес-проект по количественным и качественным показателям. К количественным показателям, в частности, относятся такие, как количество созданных рабочих мест, рентабельность проекта, бюджетная и социальная эффективность и так далее. К качественным проектам это нужность проекта для региона, место реализации и так далее. И по итогам оценки заявки принимается решение, допускать его до конкурса, этот бизнес-проект или нет. Далее собирается конкурсная комиссия, в которую входят представители администрации округа, а также бизнес-сообщества Ниндзко-автономного округа. И предприниматель, который участвует в конкурсе грантов, презентует свой проект. И уже комиссия решает, какую сумму выдать предпринимателю. Выдать ему запрашиваемую сумму 500, а может быть меньше, а может быть совсем отклонить его проект, если он, как кажется комиссии, не актуален и не нужен. Хорошо, а на что можно потратить деньги будет? Данные деньги можно потратить непосредственно на начало бизнеса, то есть на закупку оборудования, может быть на аренду и так далее. Данные денежные средства нельзя потратить на транспортное средство, а также на зарплату. Ну, ты думаешь, сейчас многие все равно предприниматели заинтересовались, а куда они могут обратиться, чтобы узнать подробности? В первую очередь предприниматели, приглашаем всех их к нам, чтобы они к нам приходили. Да, к нам в фонд, непосредственно мы находимся на переулке Арктическом 3, 306 кабинет, там предприниматель может получить полную консультацию, как оформить документы, образцы документов все у нас есть, поэтому приходите, мы вас ждем. Но при этом бесплатно? Да, абсолютно бесплатно, конечно. Ну что ж, два документа мы еще не обсудили, поэтому предлагаю встретиться чуть позже, чтобы уже сделать более подробный материал. С удовольствием. Ну что ж, я напомню, у нас в гостях был директор фонда по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства в Ненецком округе Алексей Попов. Речь шла о финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства. Речь шла о финансовой поддержке.